Шаббат шалом. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Мир Господний всем вам. Сегодня с утренней молитвы подключаюсь прямо здесь вот на фоне изображения стены плача с надписью на иврите Они ледоди, ледоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш. Благословен Господь отныне и вовек. И сегодня хочу начать со слова Божьего. Хочу прочесть сейчас из Библии, из псалтаря слова, которые повторяются в разных псалмах. Первое упоминание, первое прочтение это из псалма 13.7. 13-й псалом, 7-й стих. И тот же самый стих повторяется вот дальше в 52-м уже псалме, 7-й тоже стих. 13.7 написано, псалом 13.7. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Аллилуйя. Кто даст спасение? Сегодня благодарим Бога всемогущего за Израиль. Сегодня молитва за Израиль, молитва за Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Этим утром вот так вот определил именно молитву. Такое направление это молитвы. Вот. И конечно же сегодня этим утром, ну как субботнее утро, поэтому поем шаббат шалом, благословение Господне всех вам. Вот. И совершим причастие Евхаристию, хлебопреломление. И вчера вечером я делился тоже на трансляции такой, включал прямо здесь тоже, значит, в этой комнате вот, где стена плачет теперь у меня. Вот. Так называемая стена плача, это одна из стен, вот, сохранившихся фрагментов стены некогда, как бы, это не самого храма, а оформление храма или как бы, подножие вот этого фундамента самого, вот это вот укрепление, стена, укрепляющее вот сам фундамент, основание храма. Вот. И вот этот фрагмент, оставшийся, он ценен тем, что как напоминание о том храме, былом великом храме, который был разрушен. В Библии рассказывается и об истории первого храма, рассказывается об истории и второго храма немного. И знаете, ну, в общем-то, в новозаветное время как раз, собственно, все это и происходило. И само разрушение второго храма, оно, конечно же, не описывается в Библии, это было уже после слов Машеха, после слов Христа, который провозгласил страшное слово, пророческое о втором храме, что все будет разрушено, камня на камне не останется. И действительно, так оно и произошло, дамы и господа, братья и сестры, так оно и произошло. Камня на камне не осталось, все было разрушено. От храма ничего не осталось. Вот то, что мы видим в Иерусалиме, в Израиле, ныне этого, говорю, это как бы стена основания, фундамента храма. Не храма даже, а вот этого места, на котором стоял храм, собственно, укрепление. Но, как напоминание, оно было оставлено Всевышним Богом для всех нас, молящихся ныне за Израиль, молящихся за Иерусалим. И я был возле той стены, и вот вчера делился вечером вот этим свидетельством именно вот этого особенного переживания, которое памятно мне очень сильно. И да, читал я из псалтеря, читал я из псалмов, вот, знаете ли, молился своими словами там возле стены плача. И, знаете, переживание было очень необычное. Я помню тот момент, когда все это произошло. Я приближался к стене, к этой, и вдруг, прям, может, возле стены, недалеко совсем от стены, вот от меня, как будто бы, я не видел это физическими глазами, но это было настолько явно, что это какими-то другими глазами, как будто бы видел я. Другими, которые, ну, не физическими глазами, духовными глазами. Но это было настолько явно, что это даже более явнее, будем так говорить, чем вот то, что вот это вот вижу физическими своими глазами. Более реальный тот мир, духовный, мы говорим мир, когда говорим духовный мир, то многие так понимают порой, что это что-то такое нереальное на облачках, что-то такое понарошку, как бы не по правдушному чуть ли не. Но на самом-то деле не так, дамы и господа, братья и сестры. Мир Божий этот, он более реальный. Это можно так выразиться, более реальная реальность, чем вот эта земная физическая реальность. Эта реальность физическая земная тоже реальная, она реальная, слава Богу, Бог создал, Он все, что создает, это все реально, это все по правдушному, не понарошку. Но Его Божья реальность это еще намного более реальная реальность, это сама, это оригинал, будем так говорить, это оригинальная реальность. И иногда верующие видят нечто из этой Божьей святой реальности. Я соприкоснулся с этой святой реальностью еще в подростковом возрасте, когда впервые пережил встречу с Господом в 13 неполных, 13 лет. И тогда я умирал от пневмонии, и вот момент смерти стал для меня соприкосновением с этой реальностью, более реальной реальностью, нежели та реальность, в которой я жил вот первых 13 лет своей жизни. И вот ныне продолжаю житие свое, находясь в этом теле, будучи устранен от Господа. Но, знаете ли, в этой реальности, земной реальности, будем так говорить, физической этой земной реальности, в которой у нас Бог поместил, в которой действует закон еще и временного такого измерения, в этой реальности Бог очень сильно проявляет себя, и Бог заботится о нас, находящихся в этой реальности. Вечность порой приходит в это временное измерение, будем так говорить, да, и мы переживаем вечность и говорим, как бы остановись в мгновение, а порой мгновение само останавливается просто для верующего человека. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Вот, и да, соприкосновение с реальностью, более реальной реальностью, это чудо, чудо веры, чудо Божье, и это просто действительно, ну, скажу так, напоминание свыше о том, что мироздание, божественный мир, он намного больше, чем тот мир, который мы ныне имеем способность, имеем возможность исследовать нашими органами чувств, экспериментально можем исследовать, потому что Божий мир, он намного более, больший, чем мы можем себе даже вообразить и представить. Божественный мир, и слава Богу! И наш мир, это один из просто многих миров, Божьих миров. Слава Богу! И наш Создатель, наш Отец, наш общий Создатель всех нас, Он действительно велик и славен. Благодарность Ему сегодняшним этим утром. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Как написано, и был вечер, и было утро, день седьмой. И вот этот седьмой день, вчера, получается, ну, вечером мы начали праздновать. Шаббат, вот, субботний мир, пожелал я всем. Шаббат шалом успели, да? Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Субботний мир, Господний мир! Шаббат шалом! Слава Богу! Да, друзья, и благоставляли Иерусалим, да? благоставляем Израиль и сегодня тоже благословим, конечно же на этой утренней молитве, тем более, что и запланирована как раз эта молитва была как раз за Израиль, за Иерусалим Аллилуйя спасибо тебе Господь и вот я был начал описывать то переживание возле стены плача, который имел еще в 2005 или 2006 2006, наверное, год, я думаю был, да, значит я один раз только был в Израиле вот тогда, уже давно получается, но переживание до сих пор очень сильно памятно и очень я благодарен Богу за это, и вот приближаясь уже возле стены плача, находясь уже приближаясь к ней, вот как будто от меня вот такой кусочек какой-то отделился, знаете ли и он отделился и туда, как магнитом так, чик, и прямо вот к стене и прямо в стену вошел вот удивительное переживание знаете, я никогда не слышал вот ни от кого о подобных вообще переживаниях но я испытал это в своей жизни удивительно может кто-то еще переживал просто как бы может постеснялся свидетельствовать потому что, знаете ли о таком расскажешь ну, не все даже верующие порой поймут я думаю, правильно но я даже не знаю кто как поймет это переживание мое но я свидетельствую ныне об этом почему? потому что хочу прославить моего Бога всемогущего Отца Моего Небесного Создателя всего мира Аллилуйя Ют Хей Ва Хей Ягова имя Его Бог Авраама Бог Исаака Бог Израиля Бог Патриархов и Пророков и мое сердце бьется там ныне все эти годы мое сердце там в Иерусалиме мое сердце там в Израиле вот я молюсь с того времени я и раньше и до того, конечно же безусловно, молился за Израиль за Иерусалим особенная моя молитва была за Израиль за Иерусалим всегда вот с 96-го года особенно это стало постоянной моей молитвой но после вот этого 2006-го я думаю был год все-таки вот когда посмотреть надо будет когда это была поездка у меня по датам вот и знаете после того переживания вот все эти годы я молюсь за Израиль за Иерусалим особенной молитвой знаете ли сердечной молитвой что ли как за самого себя можно так выразиться вот не просто как за вот Израиль за Иерусалим а как вот за самого себя потому что действительно я там часть меня там всегда и ночью и днем 24 часа в сутки 7 дней в неделю постоянно там часть меня вот и я очень Богу благодарен за это переживание за это постоянное переживание вот за то что часть меня она там в Израиле в Иерусалиме и я знаю это эта стена плач это то место где бьется мое сердце я очень Богу благодарен за это и признателен спасибо тебе Господь за все благословен Бог наш благословен Бог наш отец наш сущий на небесах Аллилуйя 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 Бог Аврама Исаака Израиля Бог Патриархов и Пророков возлюбивший мир и отдавший Сына Своему за нас Иешуа Машиаха Иисуса Христа чтобы всякий верующий в тебя не погиб но имел жизнь вечную благодарю тебя Господь Боже и благословляю великое имя Твое благословен Бог наш всегда ныне пресна во веки веков Аминь Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Царю Небесный Утешитель Дух Истины Ты Ты что везде пребываешь и все собой наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны и Ты спас благой души наши святый святый боже святый крепкий святый бессмертный хвала Тебе святый боже святый крепкий святый бессмертный хвала Тебе святый боже святый крепкий святый бессмертный Хвала Тебе Слава Отцу, Сыну, Святому Духу Ныне, всегда, во веки веков, аминь Боже, Всебогущий, благодарю Тебя, Господь За это субботнее утро Как сказано в Слове Твоем Был вечер и было утро, день, седьмой Боже, сегодня я благодарю Тебя За тот далекий первый шаббат Который совершался тогда Почти, да, почти пять тысяч семьсот семьдесят девять лет тому назад Без одного месяца Да, удивительно За то время, почти шесть тысяч лет прошло Господи, с того первого шаббата Который Ты провел с первой семьей человеческой на этой земле Адамом и Евой Нашими пращурами Нашими пра-пра-пра-пра-пра-пра-родителями Спасибо Тебе, Господь, за наших прародителей Спасибо, Господь, за Адама Спасибо за Еву Наши родители были прекрасны, действительно Боже, Ты создал нас, Господь Ты создал наших родителей И дал заповедь Господь им Владитесь, размножайтесь Обладайте землею Боже всемогущий И сегодня у нас миллиарды Боже, сынов Адама и дочерей Евы Спасибо Тебе, Господь Что от одной крови Ты произвел весь род человеческий Для обитания по всему лицу земли Назначив предел обитания народом, Господь Дав жажду этого повеления Дабы искали Тебя, живого Бога Познавали Тебя Господь, спасибо Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь Что Ты однажды избрал Авраама Родил от него Исаака От Исаака и Якова От Якова патриарха От патриарха весь израильский народ Боже, благодарю Тебя, Господь За то, что Ты создал еще народ один, Господь Чтобы иметь великий план И реализовать свой великий план По спасению всего рода людского По спасению всех и вся Благодарю Тебя, Господь, за Иисуса Христа Сына Твоего, Агнца Твоего Боже всемогущий, благодарен Тебе, Господь, за все Аллилуйя Спасибо Тебе, Господь Спасибо за жизнь вечную Дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашему Благодарю Тебя, Господь За Израиля сегодня И благоставляю Израиль Боже, этот год Он для нас год Семидесятилетия Возрождения Израиля Возрождения еврейского государства Благодарен Тебя, Боже всемогущий За Твое чудо Явленное всему человечеству 70 лет назад Боже, Ты доказал всему человеческому роду Что Слово Твое Оно пребывает вовек Что Слово Твое истина Что действительно Несмотря на все прогнозы людские На разочарование народов Несмотря на смятение народов На антисметизм На вражду многовековую Несмотря на рассеяние Слово Твое Оно пребывает вовек Боже всемогущий Аллилуйя Аминь И как сказано здесь В Псалме 13.7 Кто даст Сиона спасение Израилю Когда Господь Возвратит пленение народа Своего Тогда Возрадуется Яков И Возвеселится Израиль Аллилуйя Спасибо Тебе Господь Ныне действительно На протяжении этих 70 лет Мы видим возвращение народа Твоего Божия Возвращение Божия в землю Обетований Господь Сегодня хотя На самом-то деле Мы лишь Видим крохи От того Обетования Которое Ты дал Однажды Да Ты дал обетование Боже От реки Великой до реки Господь Все эти земли Ты обещал дать нам А ныне Господь Мы видим лишь Пока крохи Того обещания И возвращение Сынов Якова Возвращение Евреев Мы видим Господь Еще не полным Еще лишь частичным Да и в самом Израиле Вернувшиеся Далеко не все вернулись Своим умом и сердцем Еще Божи Хотя телесно Уже и вернулись В землю Израиля Божий всемогущий Помоги Сегодня Господь Божий Действительно Вот это духовное пробуждение Пошли Господь В Израиль Духовное пробуждение Пошли Господь Божий Ко всем переселенцам Ко всем кто уже Переселился в землю Израиля Физически Помоги Господь И умом и сердцем переселиться, Господь. Духом своим переселиться, Господь, Боже. И тем, кто еще в России не находится, также помоги, Господь, Боже. И сердцами, и умом своим переселиться уже, Господь, Боже. И потом и физически, Боже, помоги переселиться. Слава Тебе, Господь. Благодарен Тебя, Боже, всемогущий. Благодарен Тебе, Господь, за то, что 51 год тому назад Иерусалим снова стал нашим еврейским городом. Благодарен Тебе, Господь, что ныне Иерусалим это столица возрожденного еврейского государства. Благодарен Тебе, Господь, за все эти чудеса и знамения нашего времени, что Ты совершил, Господи, Ты совершил уже это, Господь, и то, что Ты собираешься совершить, и то, что Ты совершишь, Господь. Боже, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, великий Бог наш, аллилуйя, благодарность Тебе и хвала, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коль славен наш Господь в сионе. Коль славен наш Господь в сионе, не может изяснить язык. Велик Он в небесах на троне, в былинках на земле вели. Везде Господь велик и славен, в ночи, во дни сияньем ранен. Тебя, мой огнет златорудный, всегда изображает нам. Мы на псалтии сладкострунной Тебе приносим фимиам. Прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Боже, слава Тебе. О, спасибо, спасибо, спасибо Тебе, Господь, спасибо. То давайте совершим причастие хлебопреломления. У меня здесь остатки халы вчерашней. Вчера преломлял халу, ну, по-русски плетенка можно назвать. И вот виноградные глаза. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо, Боже, слава Тебе. Благодарю Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 спасибо Богу за все. А наипаче, благодарность Ему, спасибо Ему за жизнь вечную, бесконечную. За жизнь во Христе Иисусе, дар Его святой. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Благослови, Господь, хлеб сей чистым телом Христа Твоего, Господи, а то, что в чашу сей чистной кровью Христа Твоего, приложив это духом Твоим святым, Господь, соверши это таинство сегодня. Благослови, Господь. Потому что вкушаем мы не просто хлеб и не просто плод виноградной лозы, а вкушаем тело и кровь Спасителя Господа нашего Иисуса Христа и провозглашаем ту веру, которую провозглашали первые апостолы два тысячи лет тому назад и говорим, что нет другого имени под небом, данного нам, людям, которое надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! За голову, за кровь Мы все, да? Аминь. Мы тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою За голову, за кровь Ох, Аллилуйя Мы тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою Благодарим тебя, Отец наш, Бог и Царь наш Благодарим 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 О Дух Святой Утешитель наш, ты всегда со мной Спасибо, спасибо, спасибо За все мы благодарим За все мы благодарим За все я благодарю За все я благодарю За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою Благодарю тебя, Отец Благодарю тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За все я благодарю За все я благодарю Тело Христово примите Источника бессмертного вкусите Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аминь Спасибо, спасибо Иисусу Телом бомином Господа Его кровью святой Я искуплен Спасен навеки Прощен Исцелен Освобожден Благоставлен Всеми благоставениями Небес Благодарю тебя, Господь За тело и кровь твои Благодарю тебя Благодарю тебя Рассуждая о теле и крови Иисуса Ныне Божи Причастники Причистых Святых твоих Страшных Великих тайн твоих Телы и крови твоих Аминь Общник я всем боящимся тебя И любящим тебя Благодарю тебя Благодарю тебя За тело и кровь твоей Аминь Аллилуйя Спасибо, Господь Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо, спасибо Аллилуйя Аллилуйя Иисус, спасибо За все спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Что за меня Что за меня Жизнь свою Ты отдал О, спасибо Спасибо Иисус, спасибо Спасибо Мой Бог Спасибо 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 Благодарю 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 Тебя с этим Твоим праздником. Боже, Ты шесть дней творил этот мир, седьмой день почил, и праздную этот Твой праздник, Господь, который Ты дал нам великую честь, также праздновать вместе с Тобой и с Твоими ангелами, Господь, Боже, со всеми небожителями. Благодарю Тебе, Господь Божий, и восхваляю великое имя Твое, Боже. Благодарю Тебя за творение Твое, Господь, за все творение Твое, Господь, за миры ангельские, за мир человеческий, Господь, за это временное измерение, в которое Ты поместил нас, за этот мир, реальный физический мир, Господь, за Твой более реальный мир, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе, Боже Всемогущий. Святой Великий Бог наш. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе и хвала, Господь. Аллилуйя. Аминь. О, спасибо. Спасибо, что вывел нас из рабства. Спасибо за Великую Пасху. Наша Пасха – это Христос, это Машиах сам. Ишуа Машиах. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Благослови Израиля сегодня. Благослови Иерусалим. Аллилуйя. Аллилуйя. Евгений пишет благословение и родить ваше служение. Аллилуйя. Спасибо тоже. Благословляй вас тоже. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Болимся за служение. Боже, благослови Господь. Это Боже Рашир. Боже, по имя Иисуса Христа. Аминь. Шаббат шалом. Субботний мир. Господний мир. Шаббат, 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 шалом. О Давину, Хай. Наш Отец, Бог живой. О Давину, О Давину, О Давину, Хай. Ам Израиль, Хай. Народ Израиль жив. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, Хай. О Давину, О Давину, О Давину, Хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, Хай. О Давину, О Давину, О Давину, Хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, Хай. Аллилуйя. Аллилуйя. Шалом, шалом, Йерушалай. Шалом, шалом, Йерушалай. Шалом, шалом. Мир, мир Господь, пошли свой мир Иерусалиму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю тебя, Господь, за все Божие и благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, нашего любимого Бога всемогущего. Аллилуйя всесильного нашего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благоставляю вас и ваши дома родных и ближних благоставением священническим. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицом своем на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Преображение Господня Преображение каждого верующего человека в отдельности Преображение наших семей, общин, конфессий, динаминаций И преображение всего тела Господа нашего Иисуса Христа Всей церкви, этого третьего храма преображения Как раз именно о истории третьего храма И о преображении третьего храма завтра буду говорить Поэтому приходите здесь в Киеве с 9 утра Начало божественной литургии И сразу все это будет переходить у нас в соборное заседание С 9 утра И ориентировочно так до часу дня До 13.00 Здесь в Киеве возле станции метро Кловская Напоминаю наше служение по воскресеньям Там в арендованном помещении Улица Леонида Первомайского 6 Это предприятие УТОС Вы можете посмотреть в гугле Гугл мап Да, там это УТОС предприятие Первомайского 6 То есть входите через проходную И лифтом поднимаетесь на четвертый этаж И попадаете сразу в то помещение арендованное Где мы проводим служение, собрание свои Каждое воскресенье Но это воскресенье будет особенным Это воскресенье будет у нас именно соборным Собор как именно Не просто обычное собрание А как очень важное стратегически Важное собрание Обычно вот раз в году у нас Проходят подобные соборы Вот пару лет назад Было у нас на Петра и Павла Допустим собрание было Петропавловский собор Назывался у нас Обычно приурочен он каким-то таким Праздником, празднеством Вот Так вот и называется потому собор Допустим Требраженский Или Петропавловский собор Аллилуйя Спасибо тебе Господь Даст Бог Вот Уже на протяжении сентября месяца Буду проводить семинар здесь Вот И Онлайн Семинар Поэтому Подключайтесь Ну информацию более подробную я дам на соборе Завтра получается Вот Ну и после собора сразу Даст Бог опубликую во всех этих социальных сетях Вот Вот в частности на фейсбук Значит Своей основной странице Где чаще всего И нахожусь Как бы и публикую Публикую все эти материалы Вот И на ютубе Здесь на ютубе На канале ютуба Тоже делать будут И трансляции прямые И анонсы буду давать Все здесь Все Обнимаю и целую всех Благоставляю во имя Господне Аллилуйя Радуйтесь люди День Господний Саббат Салум Саббат Салум Саббат 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 Саббат